В Екатеринбурге засеяны все футбольные поля, на которых будут тренироваться команды-участницы Чемпионата мира по футболу 2018 года. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швинт по поручению главы региона проинспектировал строительство тренировочных площадок в городе-организаторе Чемпионата мира 2018. Есть одна особенность по тренировочным полям. Поле на всех площадках, где будут тренироваться, должно быть точно такого же качества, как на игровом поле. Поэтому мы посмотрели сегодня с точки зрения выполнения всей технологии работ по засеву травы. Посмотрели, технология соблюдается. Ко всем тренировочным площадкам предъявляются одинаковые требования FIFA. В соответствии с ними тренировочные площадки имеют игровые зоны 105 на 68 метров. В административных зданиях или в подтрибунных помещениях обустроены комментаторские кабины, приз-зоны, раздевалки, конференц-залы с площадкой для фотографов и телевизионных групп, радиоузлы, Wi-Fi, медицинские кабинеты неотложной помощи, специальное помещение для сотрудников, обеспечивающих безопасность, гаражи для специальной техники и уборочного инвентаря. Освещение полей производится современными мачтами, которые обеспечивают освещенность не менее чем в 500 люкс. Все сети инженерные и внутренние, наружные к объектам подведены в полном объеме. Везде смонтирована система полива, это самое главное. Везде она уже опробована и произошел полив. Освещение на всех площадках готово, оно испытано, за исключением Химаша, там последние штрихи остаются. Поэтому можно сказать, что вся инженерия, которая задействована, она подготовлена в полном объеме. Особое внимание на всех тренировочных площадках уделено системам общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Так, доступ в помещение осуществляется через единую систему управления. Снаружи и внутри расположены камеры видеонаблюдения, высокого разрешения и охранного освещения. Территории тренировочных площадок закрыты двухметровыми декоративными заборами. Доступ посетителей и участников на объекты будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт. С точки зрения общей готовности мы идем в графике. Нет никаких сомнений, что все работы будут выполнены в соответствии с контрактами. Главная задача, которая поставлена на сегодняшний день специалистам – обеспечить хорошую зимовку газона. Сергей Швинт отметил, что уже продумана работа в режиме наследия. Все тренировочные площадки после мундиаля будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Для нашего муниципалитета актуален вопрос открытых спортивных площадок. Об этом говорит особое внимание артемовцев к возрождению стадиона «Машиностроитель», который может стать одной из основных точек свободного доступа к занятиям спортом и физкультурой. Многие жители нашего округа также подчеркивают необходимость создания дворовых спортплощадок, в том числе для занятий, набирающих популярность воркаутом.